Какое самое главное место в школе? Конечно, школьная столовая. Можно ли на голодный желудок хорошо учиться? Можно, но очень сложно. Организация правильного питания в школе – это важная составляющая всего учебного процесса, особенно если речь идет об обучении в школах-интернатах. Я Диль, специалист в сфере зарубежного образования. Езжу по разным странам мира, чтобы познакомиться самому и познакомить наших зрителей с самыми разными зарубежными учебными заведениями. Моя остановка сегодня – Великобритания, город Бормут. Частная школа-интернат – Бормут Collegiate School. Школьная столовая. Обязательно после просмотра этого выпуска пройдите в описании под видео. Там будут ссылки на другие выпуски по этой школе. Например, экскурсия по самому кампусу школы, условия проживания в школе, спортивное оснащение, знакомство с директором, занятия творчеством в школе и многое другое. Там же в описании под видео будут подсказки того, как можно связаться с нами для того, чтобы получить свою бесплатную консультацию и помощь с поступлением. Это самое важное место в школе. Сейчас пустует столовая. В обычный день здесь были бы гарниры, веганская и вегетарианская еда и блюдо дня. Вы готовите супы? Да. Здесь стоял бы суп дня, домашний хлеб, свежий салат. А если ничего из этого не хочется, то есть панини, сэндвичи, салаты, тортики и фрукты каждый день. Выбор есть. Это на обед. На завтрак всегда будет что-то горячее. И все готовится в школе? Да. Все готовят шефы. Ничего не привозят готовым. Даже хлеб и торты выпекаются здесь. Все домашнее. И супы. Хорошо. Никаких супов из банки? Нет, никаких хайнс. Ну и на завтрак также можно взять хлопья или свежий йогурт с фруктами. Но бордеры завтрак, обед, ужин. Да, завтрак, обед, ужин. Я знаю, что всегда важно для родителей, всегда есть 4 опции горячей блюда. То есть обед, ужин, всегда можно взять что-то горячее. То есть можно, конечно, взять там панини, бутерброд и серий, там, схватил, убежал, учиться, если очень нужно. Но опции горячие, они всегда есть. 4 вида, да. Ассортимент блюд, которые предлагают в британских школах, отличается от того, что предлагают в школах, ну скажем, в России. Директор опекунской компании Моряди в отдельном видео подробно рассказывает об особенностях питания в британских школах. Рассказывает без перевода на русском, а сама она из Испании. Ссылка на это видео тоже будет в описании. А пока вам маленький анонсик. Питание, это самый главный вопрос для всех нас, как родителей. Мы же всегда переживаем, как дети будут питаться в английском школе, что они дадут на завтрак, будут ли супы кушать. Как правило, есть выбор из двух или трех видов горячего. Всегда. Все зависит от размера школы. Если школа большая, там учится много учеников, то выбор, конечно, будет больше. Да, да, да. Они стараются кормить детей, в первую очередь давать здоровую пищу. Это на первое место. У них даже составлены меню, который меняется неделю на неделю. И поэтому можно даже эта вся информация получить от школы. У них на сайте, на родительской портале вот эта вся информация всегда есть. Всегда доступна. То есть ты можешь зайти и посмотреть, что будет твой... Без проблем. Авторский канал Адиль Ермеков. Все о среднем и высшем зарубежном образовании. Study Tube. Все, что нужно знать о зарубежном образовании. Travel Tube. Путешествуй по миру вместе с нами. И, наконец, Toki Toki Club. Учить английский вместе с нами интереснее и эффективнее. Субтитры сделал DimaTorzok